Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, ну, вновь традиционно еженедельно пятничная программа, связанная с тем, что мы подводим финансовые итоги недели. Именно этим мы займемся и сейчас, через некоторое время. Прежде всего, представляю гостей сегодня в студии Сухого остатка. Михаил Федоров, аналитик Vector Securities. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. И Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. Добрый день, Александр. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными наблюдениями. Еще раз повторю, тема эфира сегодняшнего финансовые итоги недели. Поговорим о том, что произошло и как это могло повлиять, а может быть и повлияло непосредственно на ваше финансовое благосостояние. Это важно. Ну, начиная эфир, я рисую картину маслом. Давайте посмотрим. 15.05 в Москве, что происходит на основных финансовых площадках. Итак, закрытие американского рынка вчера было более чем позитивно, но не было возможности у американцев отыграть известные события конца среды, начало четверга. И вот, видимо, на этой идее они вчера прибавили существенно. Доу-Джонс больше процента, S&P 500 и почти полтора, у нас до того больше, почти на 0,6%. В общем, опять, если говорить о S&P 500, близко уже, совсем близко до исторического максимума. Азиатская сессия Nikkei 225 в плюсе на 0,2%. Чуть хуже рынка или хуже общей динамики сегодня китайский индикатор упал на 1,5%. Европа сегодня торгуется позитивно, но более позитивно, если говорить о европейской торговой сессии, выглядят наши индикаторы. И российский рынок сегодня достаточно сильно, серьезно прибавляет. На этот момент РТС больше чем 1,2%, 1340% текущая котировка, а ВБ и того лучше, 1,8% в плюсе, 1395% его текущая котировка. Рубль продолжает слабеть, несмотря ни на что, ну или точнее возобновил свое падение, да, после недавнего укрепления. И сейчас в районе 32,60%. На сырье и на Форекс быстренько смотрим. Итак, Brent 107 долларов за бочку, LightSuite 104,20, то есть LightSuite чуть-чуть присела. В цене золота 1267 долларов за унцию и евро-доллар выше 30-й фигуры 1,30-30. И сегодня, в принципе, он торгуется в достаточно узком диапазоне. Основной набор голубых фишек сегодня в основном преимущественно зеленые. Ну и, наверное, стоит отметить. Прибавляет Газпром 3%, прибавляет Ростелеком больше 4%, Роснефт 3,5%, 2,5% НЛМК, 1,5% МТС, почти 2% Лукойл, столько же Норникель, 2% Сургут, Сбербанк, 2,5%. Ну, красота просто. Хуже рынка сегодня, тем не менее. Среди банковского сектора, в том числе, акции ВТБ снижаются на 0,1% и 0,7% теряет АвтоВАЗ. Ну, а в основном все очень позитивно. Для конца недели это, наверное, важный сигнал. Как закончится неделя, может быть, ожидания следующей рабочей недели будут позитивными. Ну что ж, вот такова картина масла. Давайте начнем беседу. Еще раз напомню уже вам, уважаемые коллеги, мы подводим финансовые итоги недели. Михаил, первый вопрос тебе. Пожалуйста, расскажи, на твой взгляд, что было важного на этой неделе, на что надо было, ну, теперь уже, к сожалению, было. Ну, важно было прислушиваться к ФРС, который очередной раз, скажем так, в начале недели всех боялись, ну, как уже, наверное, два месяца того, чтобы, то есть, того, что ФРС что-то может сказать плохого по поводу скорого сворачивания КУЕ или сокращения, да. Вот, в принципе, ФРС это сказала, по большому счету, да, то есть, сказала в комментариях то, что половина там, ну, часть членов, оно как бы рассматривает возможность все же того, что КУЕС в этом году уже надо будет завершать. Вот, в принципе, ничего нового в этом не было, по большому счету. Вот, но потом вышел Бенбернанке, это уже после закрытия нашего рынка в среду. Более того, и после закрытия американского рынка. Да, после закрытия американского. И сказал, что, как бы, сверхмягкая политика будет еще оставаться достаточно долго. Вот, то есть, он как бы снял немножко опасений по поводу их печатного станка. Саша, извини, пожалуйста, вот твое мнение, нет противоречия? То есть, две недели назад он говорит одно, что будем сворачивать, может быть, даже в сентябре или к концу года, а сейчас, вот Миша говорит, не будем сворачивать. Ну, на самом деле, это просто хлеб спекулянтов отыгрывать. Но, все-таки, с точки зрения макроэкономической статистики, которая выходит, мне кажется, что сворачивать рано. Конечно, ФРС это основное событие недели, тем более для рынков. Но у нас, в общем, были российские новости, была новость достаточно хорошая. У нас хай за 25 лет по добыче нефти. Конечно, мы не можем увеличивать уже добычу, как это было в Лонграде 10 лет назад, когда ЮКОС и Сибнефть вытаскивали весь сектор. Теперь, скорее всего, падение добычи в Западной Сибири будет компенсироваться ростом восточной. Ну, и очень интересный момент. За счет того, что у нас добыча растет очень слабо, по факту стагнирует, а потребление Азии растет, плюс еще знаменитый контракт, который был недавно подписан в Питере, поставки Юрлс в Европу снижаются. И поэтому Юрлс уже иногда и дороже, чем бренд. В свое время хотели тяжелую татарскую башкирскую нефть перерабатывать в России, чтобы повысить качество Юрлс и поднять цену. Вот выяснилось, что достаточно просто изменить логистику. Ну и, скажем так, была, на мой взгляд, очень плохая новость. Заявление нашего Минфина, что он все-таки собирается покупать валюту в августе. Это означает, что, видимо, все-таки будет ослабление рубля. Слабый рубль, конечно, очень плох для рынка акций, еще более плох для рынка облигаций. Слабый рубль – это раскрутка инфляции. Если, в общем, официальная наша инфляция, там 6-7, пускай 8%, она, в общем, приемлема, то для наименее обеспеченных слоев это 20-25. Плюс это консервация технологической отсталости. Я не сторонник разговоров о сырьевой предатах и так далее. Нет, конечно, Россия достаточно технологичная страна. Сам работаю в достаточно технологичной компании. Но все-таки, так или иначе, без импорта технологий говорить о модернизации достаточно сложно. Значит, рубль должен быть дорогой. К сожалению, видимо, девальвация мягкая будет. И с высокой вероятностью она будет стоить господину Медведеву премьерского кресла, с моей точки зрения. Я могу озвучить рыночный слух, что Роснефть все-таки съест Сургут. Вот господин Богданов, Гендир, Сургута станет Гендиром большой рост не в качестве компенсации, что ли, а Сечин будет премьером. Ну, слухами земля помнится, да? Ну, на твой взгляд, по крайней мере, насколько убедительна почва под этим слухом? Ну, почва, я вижу, что есть. Я считаю, что девальвация это очень плохо. Ну, естественно, кстати, девальвация, инфляция, ни о каком снижении процентных ставок говорить нельзя. Ну, кстати, да, вот в планах сегодняшнего эфира было как раз обсудить сегодняшнее заседание, да, Центрального банка Российской Федерации, ну, первое с точки зрения, да, нового главы. На мой взгляд, четко бы я не стал говорить, что наш ЦБ будет действовать так или так, да, потому что есть определенная доля смятения, что будет делать Набиуллина. Миш, Миш, Александр, Михаил, да, давайте мы чуть позже к этому вернемся, все-таки, если не возражаете. Про российский рынок и про фондовый. Нет, к российскому позже вернемся, все-таки вот идею, которая сейчас, да, умами зарубежных наших коллег, ну, и нашими в том числе, тоже владеет Федрезерву, да. Федрезерв, да, ну, он, грубо говоря, сам заплутал, по большому счету, потому что, ну, рынок-то реагирует спекулятивно, на самом деле, да, то есть, грубо говоря, месяц копились эти шарты сейчас на нашем рынке. Сейчас их начинает, ну, их просто вышибло, на ситуацию это в корне не поменялось. По большому счету осталось все то же самое, да, и как бы ФРС, вот он сам мечется, он не знает, что делать. Ну, действительно надо... Твое мнение именно мечется, да, или может быть целенаправленно, вот он две недели говорит одно, потом другое, чтобы... Нет, он действительно принимает риски того, что печатать-то оголчило так и нельзя, да, и по большому счету они уже действительно очень много напечатали, там, баланс зашкаливает, как бы, да, и кэша действительно очень много, и, на самом деле, мы видим выход капитала из стрыжей американских, ну, казначейских бумаг. У них чистый отток денег нерезидентов, это плохо, а с другой стороны, ФРС вынуждена покупать эти казначейские облигации, потому что иначе доходность, она и так начала расти сейчас 2,6-2,7 по десятилеткам, да, вот, если ФРС остановит покупки, то доходность, естественно, взлетит еще выше, да, а это прямой удар по бюджету, и, как бы, вот у них такая патовая ситуация. То есть, в конечном итоге, можно, да, вот, именно последнее, да, выступление Бернанки связать с ростом доходности американских государств, чтобы немножко остудить, да, рынок? Нет, 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 ФРС, скажем так, возможно, да, часть членов комитета, они действительно опасаются того, что, как бы, есть инфляционные риски, и надо бы сворачивать программу, но просто они не совсем в состоянии это сейчас сделать, потому что нет чистого притока в казначейке, как был раньше, да, европейские долги, хоть и там какие-то потуги идут, да, насчет Португалии и прочее, но конкретному оттоку из Европы бегства капитала в Штаты, да, это не приводит большому. Да, да, а казначейки, соответственно, ввиду отсутствия внешнего спроса, да, они требуют еду, и, как бы, если ФРС вот этот станок остановит, то тут же взлетают доходности, естественно, да, и тут же, поскольку нового долга выпускать сейчас они не могут, американцы, ну, Минфин имеется в виду, да, то, соответственно, весь рост доходности тут же бьет по бюджету Штатов, ну, по самому бюджету, и, то есть, это, как бы, там, причем, один процент роста доходности, это деньги гораздо больше, чем секвестр, предусмотрено сокращение, вот, а это все очень может печально сказаться, поэтому, на самом деле, они сами в патовой ситуации, я думаю, что ФРС сам не особо знает, что делает сейчас, он, как бы, прощупывает, и четко, четко ответа у них нету, пока что, и рынок, то, что сейчас так среагировал, я думаю, что это немножко временное явление, вот, поэтому... То есть, это опять, да, если о трендах говорить, вот сначала мы, две недели назад, тренд на укреплении доллара, сейчас он резко развернулся, вряд ли об этом уже. Ну, болтанка, думаю, продолжится, это еще не выход куда-нибудь. Спасибо, сейчас новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюритис и Александр Розуваев, директор аналитического департамента Аль Пари. Мы подводим финансовые итоги недели. Для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Ну что ж, вернемся к разговору, давайте уж, что называется, закончим с Федрезервом, в хорошем смысле этого слова. Ну, действительно, все, что произошло в среду, да, со среды на четверг, заставило понерочить многих, потому что движения были серьезные, движения были глубокие и на валютном, и на фондовом, и в сырье, да. Вопрос вот такой все-таки меня занимает. Надолго ли это? Если, кстати, посмотреть на валютный рынок, то эта реакция, она так уже как-то на нет сходит. Один-два дня валютные пары реагируют на какие-то вот такие новости. С моей точки зрения, Европа тяжело больна. Я считаю, что вопрос там не в безработице, не в спаде. Вопрос в том, что они действительно не могут решить проблему суверенных долгов. Что Центробанк один, валюта одна, правительства много. Ну и плюс там, конечно, нет людей, которые могут принимать решения и отвечать за них. Пока был Берлускони, пока был Шрёдер. Сейчас таких людей нет. Поэтому очень забавно, как там какая-нибудь Латвия или Литва собираются войти в зону евро. Ну, причем всерьез собираются. Да, мне кажется, знаете, это уникальный случай, когда крыса хочет прыгнуть на борт тонущего корабля. Поэтому, пожалуй, мы видим, но... Уникальность в том плане, что обычно они, да, в другую сторону прыгают. Я думаю, что... Не факт, что зона европервых в долгую останется. Ну, как минимум в том формате, который сейчас есть. Плюс, все-таки, скажем так, с большей вероятностью у нас там через 2-3 года, как получится, появится евразийский алтын, как валюта изначально трех стран, да, вот как задумано уже, чем Европа без проблем все преодолеет. Я понял, я понял. Ну и возвращаясь... Я чуть не соглашусь. Возвращаясь к динамике евро-доллара, именно на этом основании, да, вот этот отскок последний, он не может быть длительным, да? Нет, конечно. Все такая техническая картина. Я чуть не соглашусь. Я все же, наверное, больше люблю Европу, чем Соединенные Штаты. Я все же считаю, ну как, у Европы все проблемы внутреннего характера, внутренних балансов. Люблю это одно, но надо быть объективным. И нужно... Тут вопрос стоит только политического желания. Если сейчас немцы давят на то, чтобы воспользоваться ситуацией и распространить свою власть, условно говоря, и превратить в этот союз с лидирующей роли Германии, да, и на это и давят. Поэтому, по большому счету, они будут давить дальше до тех пор, пока южане не сдадутся. Конечно, Европа может и развалиться, да, на какие-то союзы. То есть, если южане не захотят отдавать свой суверенитет финансовый, допустим, например. Извини, перебью. Забавно звучит формулировки просто твои. Южане сразу вспоминаешь, да, войну, далекую войну Соединенных Штатов Америки, где были северяне и южане. А вот как ты поймешь, что южане сдались? Что они должны сделать в этом случае? Ну, вот та же самая программа ОМТ. Но, допустим, это то же самое КУЕ, пока европейское, которое предназначено для скупки там облигаций. Кстати, на этой же неделе, да, Драги подтвердил, что мы-то будем печатать, ребят, долго-долго. Нет, а у Драги уже год все готово. Ему нужен просто мандат на то, чтобы это запустить. Причем Европа может решить свои долговые проблемы очень быстро. У них там, условно говоря, долгов 7-8 триллионов евро. Если ЕЦБ запустит что-то наподобие ОМТ там в районе триллиона евро, они выкупят все излишки долгов. Потенциально с этим ОМТ. Да, и они уронят доходности там могут до нуля, так же, как американцы в свое время сделали. Да, и долговая проблема как бы закончится. И по большому счету все должны немцам, и как бы немцы вольные решать, ну, как бы поменять. Совсем простят. Да, они могут и простить долги в обмен на политику, на политические уступки. То есть тут в Европе просто игра именно политический вопрос. И вопрос, конечно, да, нельзя утверждать, что все там решится, потому что, скажем так, тут надо смотреть на политику именно Германии, на политику южан, и к чему они в итоге придут. Если южане поднимут ручки и немцы возьмут свою власть, то да. Но тянуться ситуация может еще достаточно долго, потому что тут, условно говоря, как только появляется, как появится какой-то очередной накал, как только опять забудут песню о том, что Евровая зона скоро развалится, и все затрещит по швам, немцы пойдут на какие-то небольшие уступки, чуть-чуть охладят ситуацию, и потом могут опять полгода и год шантажировать южан. Вот, и ресурсов у них хватает достаточно долго, чтобы это все делать. Вот тот же самый ОМТ, сейчас ситуация накалится, потом запустят частично ОМТ, и все. И опять на год ситуация зависит, и опять они будут обсуждать. То есть это сознательно, просто время тянет, время тянет. Да, это уже не сюрприз 10-го года, когда вот это все прилетело камнем, и не знали, что с этим делать. Я думаю, что там мозги уже посидели, подумали, и кто-то что-то для себя решил. Сейчас это идет именно уже какие-то там, это уже политический вопрос. Поэтому по Европе я, скажем так, более спокоен в плане евро, и в плане, вообще у меня там есть именно перспективу лет 3-5 загадывать. Я не знаю, ну, возможно, что евро-доллар будет вообще в районе 2. Вау. 1,8 и 2, где-то так. Саша, ну как? Не, я все-таки смотрю локально по доллару вверх, плюс все меняется, все может быть. Нет, ну мы не будем с вами гадать, конечно. Но мы все-таки современный мир построен на долларе, как в мировой валюте резервной, единственной. Альтернатива американским облигациям суверенным отсутствует. Поэтому пока мы живем в этом мире. Другое дело, все может измениться. Известно, что когда началась Первая мировая война в 2014 году, инвестбанки Уолл-Стрита сделали обзор. Куда вкладываться людям, которые хотят просто сохранить деньги во время такой мировой заварухи. И они рекомендовали суверенную облигацию Германии и Российской империи. То есть диверсификация, два разных лагеря. Соответственно, русский царь и немецкий кайзер заплатят по-любому. Ну, помимо экономики. Но известно, что спустя 4 года и ТАТ дефолт ноля. Поэтому все может быть. Неизвестно, действительно, чем закончится Ближний Восток в долгую. Но так или иначе, пока доллару нет альтернативы. И поэтому, если вы занимаетесь глобальными инвестициями, то, естественно, ваш рабочий инструмент это доллар. Ну, доллар пока, да, пока он сохраняет лидирующую роль. Но, скажем так, вот то, что произошло в последний год, скажем, с золотом, да, я думаю, американцы допустили такую существенную ошибку. Как бы ради краткосрочных целей они начали долбить цену на золото вниз. Ну, мотивация у них, в принципе, вполне логична, да. Краткосрочно это помогает доллару, как бы, печатать, с одной рукой печатать другой и говорить, что, как бы, с долларом нет проблем, поскольку, посмотрите, золото падает. Да, то есть мотивация в этом есть. Но в долгосрочную для доллара это плохо. Чем? Потому что Китай, в принципе, да, он уже давно изъявляет желание, ну, и заявляет о том, что он готовит свой юань к тому, чтобы любые товары там и прочее, да, могли торговаться в юане в будущем. Ну, то есть он готовит почву для того, чтобы юань стал альтернативой доллару. Да, он готовит к этому. И вот эта просадка по золоту, что делает Китай? Китай физически металл выкупает на корню. Он покупает не только физметалл, он покупает еще и компанию золотодобытчикам. Это все может привести к тому, что через какое-то время, лет там пять, да, когда вот придет, ну, вариант один. От печатного станка, который сейчас делают американцы, будет инфляция в долларе, он там сдуется процентов на 50 в своей стоимости. В 70-х была инфляция в США, доллар сохранил свою после этого позицию, он остался, скажем так, мировой валютой, да, ничего страшного не произошло. Просто была инфляция без ценения. И он остается по-прежнему дальше единой валютой, такой большой, скажем так, резервной, единственной. Вот. А то, что сейчас получается тем, что цены на золото упали, Китай с удовольствием покупает много и дешево золото, и он может через лет пять сказать там десять, что у меня теперь золотой юань. Вот. И действительно составить конкуренцию тому же доллару. Вот. Саш, ты как? В будущем. Подобную... Мне кажется, знаете, вот как ведь было IQ, потом евро появилось. Я думаю, что Китай постарается сделать свою валюту для Азии без Японии. Япония не только потому, что экономика очень большая, а главное это политика. Япония все-таки там писает американские войска. Ну и плюс, в общем, за историческую жестокость, много-много войн столетиями, в Азии японцев все очень не любят, но их просто не возьмут. Я думаю, что что-то такое будет. То есть на самом деле, мне кажется, что будущий мир, это мир таких вот... Региональных. ...экономико-политических конгломератов. Это, ну, еврозона, вот она уже есть, неизвестно, что с ней будет. Ясно, что будет в бывшем СССР что-то. Именно в пределах бывшего СССР. Да, Беларусь, Казахстан, Россия, с Украиной непонятно, что будет. Возможно, Киргизия, Армения. Ясно, что вот будет что-то в Азии такое. Ясно, что в итоге будет для Латинской Америки. А, кстати, доллар, если он даже потеряет статус вот нынешний, я думаю, что это будет валюта для штатов Канады, Мексики, например. То есть как-то так. Ну, он будет один из уже тогда, да? Тогда один из, да. Не единственный. Сейчас он имеет монополию, да, за счет чего американцы и эксплуатируют. Сначала был британский фунт, после Второй мировой войны стал доллар. Поэтому тут... Ну, все меняется. Да, да, мир меняется, конечно. Нет ничего такого, что было бы вечно. Ну, как бы то ни было, я думаю, в любом случае, это не ближайшие перспективы. Я думаю, это при нашей жизни, возможно. Кто хочет берегать, просто доллар и не парьтесь. В нынешнем моменте без альтернативности. Ну, в перспективе, может быть, это не год, да, но как бы я думаю, что через год вообще инфляция появится, в принципе. Даже, может, раньше появится. В Америке? Да, долларовая инфляция, потому что как бы все пока к этому идет. В принципе, могу объяснить, почему появится. Давайте, давайте. Просто займет какое-то время, возможно. Ничего страшного, у нас есть вот три минутки. Как бы кризис... Как бы любые деньги можно разделить на дебет и на кредит, условно говоря. Когда денег дебетовых много, то есть вот наличие, да, есть еще кредит, кредит это обязательство в этих же валютах. То есть денег как бы много, но нужно платить по старым обязательствам, включается как бы пылесос, да, и как бы постоянно идет изъятие денег из реального сектора. Что реальный сектор должен гасить предыдущие, ну, как бы долги. Вот. Восьмой год он, в принципе, и привел. Вот это дефляционное сжатие было именно на этом, потому что, условно говоря, общий объем погашений седьмого года примерно в США стал превышать общий объем выдачи кредитов. И то есть получается банковский сектор со своим долгом, он просто высасывал всю ликвидность из реального сектора. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас, что прошло семь-восемь лет. Понятно, что как бы кредиты, они разные, выдаются на три, на пять лет, на десять, пятнадцать, двадцать, тридцать. Вот. Ну, мы возьмем там пример, что средний кредит примерно, там, семь-восемь лет, к примеру, длина его. Вот. И где-то со следующего года вот этот дефляционный пылесос, он перестанет уже сильно работать по той простой причине, что обязательства упадут. Те, которые вот сейчас этого еще нету, потому что все же... То есть обязательства, которые брались до кризиса, да, они вот сейчас... После кризиса кредитов уже много не выдавалось, да, а потребительские кредиты выдаются там на пять лет в основном, да, они уже закончились, к примеру. Ипотека тоже, как бы, потихоньку уменьшается, да. Соответственно, вот эти обязательства, они будут падать, денежный поток будет сокращаться, и вот все, что вот они напечатали, начнет вылазить. То есть, на самом деле, безнаказанно печатать позволяет именно дефляционный, скажем так, пылесос, который пока еще присутствует. Как только он закончится, все напечатанные деньги начнут устраивать цунами и наводнения. Вот. И вот тогда мы получим действительно инфляцию. Тогда ФРС должен будет изымать в оперативном порядке. То есть, реальный сектор все равно, да, всю эту массу не переварит, и, соответственно... Нет, он просто будет меньше отдавать, потому что даже если кредитование не станет расти, просто он будет меньше погашать долгов, потому что в восьмом, в девятом, в десятом было очень... Нет этих... Да, очень мало было выдано кредитов. И эта ситуация, она придет к тому, что в 2014-2015 году действительно мы получим, скажем так, расплату за печатные станки. Вот. И я, скорее всего, думаю, что представители ФРС это тоже прекрасно понимают. Да, именно поэтому они, да, сейчас просто... Да, и вот следствие Росталк и обесценение портфеля бандов. Еще раз новости, потом продолжим новости. Ну что ж, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы подводим финансовые итоги недели. Ну и вот такой интересный разговор у нас. Не совсем, может быть, да, такой локальный, а более глобальный, стратегический, но в любом случае интересный. Еще раз повторю. Значит, я напомню, в студии сухого остатка сегодня Михаил Федоров, аналитик, вектор секьюритис, и Александр Разуваев, директор аналитического департамента Аль Пари. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. И небольшое, значит, отступление лирическое. Я смотрю сейчас на ситуацию опять на российском рынке. Коррекция, видимо, ну, то есть немножко приздувается российский фондовый рынок. Может быть, даже, да? Топливо, видимо, заканчивается. Топливо заканчивается. Ну и потом пятница, сегодня есть всегда опасность, да, что... Пора на дачу. Пора на дачу, да, надо забирать, да, что накапало, как минимум за два дня вчера-сегодня. И надо, конечно... Вот есть такая опасность, что опять этот позитив недолгосрочный. Ну что ж, уважаемые гости, уважаемые коллеги, давайте мы, значит, вернемся с вами с неба на землю, что называется российской действительности. И первый мой вопрос, касаемый сегодняшнего заседания Центрального банка. Ну, я так понимаю, что ожидания были, да, вполне объективные, никаких разочарований. Никто тут, видимо, никаких неожиданных никто не увидел. И курс рубля сегодня продолжает. Несмотря, кстати, на рост российского фондового рынка, рубль сегодня слабеет все же. Ну, это видо просто динамика РТС, ММВБ. РТС, он же валютный, поэтому... И РТС, да, прибавляет меньше, чем ММВБ. Вот, собственно, поэтому как раз... Ну, или наоборот, да, поскольку рубль слабеет, соответственно, мы видим вот такую не совсем логичную, да, с точки зрения взаимосвязи и динамику. Ну, так что происходит у нас сейчас в связи с ожиданиями изменения процентной ставки в Банке России? Ну, и какая политика, на ваш взгляд, в ближайшее время мы будем видеть монетарную? Ну, мое мнение, что у господина Медведева нет сильных экономистов. Я считаю, что он пытается стимулировать экономику любой ценой, ослабляя рубль, понижая ставки без снижения инфляции. С моей точки зрения, если инфляция 6-7%, ставка рефинансирования 8% абсолютно адекватна. Опять-таки, если мы посмотрим на депозиты в первоклассных банках, то там ставки либо уровень инфляции, либо чуть-чуть повыше. Соответственно, если ставки будут снижены, фактически это будет такой легкий грабеж вкладчиков в пользу заемщиков. Но это, мягко сказать, несправедливо. Кстати, очень забавно, снова стала на этой неделе актуальна идея компенсации советских вкладов до 1991 года. Да, там один советский рубль, два или три нынешних российских. Но на самом деле, как считать, если совсем коротко, конечно, нынешний российский рубль, он более качественный. То есть, как говорили в советской... Чем советский. Да, советский был деревянный, нынешний нефтяной. Ну почему? Ну, во-первых, грубо говоря, условно на российский рубль вы можете купить неограниченное количество товаров. Все-таки в СССР был дефицит. А плюс вы можете легко обменять на любую валюту. Ну и возможность инвестировать в акции, облигации и так далее. Соответственно, инфляцию можно считать по-разному. Но, грубо говоря, один советский рубль, это сто нынешних российских. Но это прямой пересчет. Так как нынешние российские более качественные, надо вводить дисконт. Но вот я думаю, что дисконт 60%, ну это уж такой жесткий, консервативный. Один рубль, один евро получается. Ясно, что ни ЦБ, ни Минфин российский не может заплатить по этому наследию Ельцина и Гайдара. Соответственно, как бы, что делать, как быть? Можно, конечно, сказать, все, все забыли, СССР нет. Кстати, действительно, это самое простое. Зачем опять вот эту тему-то поднимать? Тем более, это действительно уже все забыли. Конечно, это буквально все забыли. Это они забыли россияне. Люди это помнят. Саш, ну те, кого это коснулось непосредственно, это старшее поколение. У меня это коснулось, например, напрямую тоже. У меня там дедушки положили на сберкнижки, но я это все забыл. Это дедушкины деньги, потому что дедушкины. Кстати, советские долги Российская Федерация реструктурировала. И на самом деле, все-таки есть способ, с моей точки зрения, решить этот вопрос. Это сумма долга, кстати, сейчас сопоставима с резервами ЦБ. На данный долг Минфин России выпускает бессрочные облигации, купон раз в год. Там надо посчитать, но ориентир ставка рефинансирования, плавающий. Соответственно, расходы Минфина ограничены выплатой купона раз в год. Все, больше нет. Соответственно, в этом случае, если человек хочет окэшить, получить свои деньги, свою сберкнижку, он идет на биржу, на рынок, продает эти облигации, ну и получает какие-то сопоставимые деньги. Да, на самом деле, даже если взять 8 процентов, это где-то получается расходы бюджета ежегодные под триллион рублей. Это не так мало. Я уверен, что нам сразу S&P понизит рейтинг вместе с Мудисом. Но все-таки я считаю, что, скажем так, у нас вот есть две больных темы с точки зрения общественного мнения. Это приватизация, это не только залоговые аукционы все, и вот обесценение вкладов. Но с приватизацией там вообще, как бы, видимо, ничего отмотать нельзя все-таки. Как могли, и там с ЮКОСом и так далее, там нефтянку национализировали, слава богу. Но со вкладами, как бы, в общем, так можно поступить. И, кстати, с точки зрения стимулирования экономики, все-таки должны быть точки роста, да, которые вытягивают всю экономику. С моей точки зрения, в России это три. Это нефтегаз, это ВПК, мы второе место по экспорту оружия, 15 ердов. И это атомная промышленность. Но очень много смежных секторов. Например, нефтесервис, он же процентов на 40 импорт. Соответственно, развиваете сектора, и они практически полностью контролируются государством. Мы можем действительно стимулировать экономику. А пока у нас там игра в айфоны, в модернизацию, ничего не будет. Вообще, мое мнение, любой премьер, неважно, Кудрин, Сечин, Дмитрий Рогозин, кстати, да, очень много на эту тему. Намного лучше, чем нынешний премьер-министр. Вот, кстати, я слушателям могу сказать, я с удовольствием читаю блог Марин Юденч. У него очень часто очень много, ну, скажем так, материалов к размышлению на эту тему. Спасибо, Саша. Добавишь что-то по поводу долгов? Неожиданно вот эту тему подняли. Ну, вообще, по сберкнижкам, я думаю, вообще, эту тему не стоило бы доражить. Потому что, ну, скажем так, в этом плане я, наверное, соглашусь с Кудриным, что, а толку-то дать, вот, раскидать эти деньги, да, они войдут в экономику, разгонят инфляцию. Как бы есть такое понятие, как совокупный спрос, совокупное предложение. От того, что деньги раздадут и увеличат совокупный спрос, совокупное предложение не увеличится. Вот, и на самом деле инфляция, по большому счету, это не игра ставок в долгосрочном плане. Это разница между спросом совокупным и совокупным предложением. Когда совокупный спрос значительно обгоняет совокупное предложение, инфляция будет в любом случае. То есть, ну, тут вариант такой, либо надо валюту припустить, чтобы эти два уровня сбалансировать, либо инфляция сама все это съест. Вот, то есть, от того, что просто деньги раздадут, мы богаче-то не станем, на самом деле. Потому что совокупное предложение от этого не сильно увеличивается. Я так понимаю, эта тема, она с точки зрения таких социальных каких-то, да, моментов возникла. Это же не решение экономических задач. И насчет России сегодня, если брать, скажем так, по развитию, я бы, честное слово, вот, скажем так, кредитование, ну, ставка, да, действует на кредитование. Кредитование бьет как по потребителю, так и по производителю. То есть, оно бьет в оба русла. И поэтому, как бы, она не совсем, нельзя сказать, что вот оно четко, вот эта ставка бьет, скажем так, именно по инфляции. То есть, именно создает баланс совокупного спроса и предложения. Как бы, возможно, даже если ставка будет гораздо ниже, банки смогут на более, скажем так, кредитовать более дешево, и производители от этого будут больше выигрывать. Да, чем даже там потребители, скажем так, да. То есть, и, возможно, даже стоит эту ставку действительно снизить очень сильно, а вот валютные резервы, скажем так, как бы, рубль. Вы же помните, задача, недавно даже президентом была поставлена задача, да, снизить ставки по кредитам. Ну, я думаю, ставка, на самом деле, по кредитам, в первую очередь, для производителей. Безусловно, безусловно. Потребителей, Запад уже показал, перекредитовался, да, то есть, у нас нету проблемы спроса внутри страны. У нас есть проблема предложения, у нас нету производителя. И, по большому счету, вот это все выливается, грубо говоря, в увеличение импорта, да, и все деньги просто проедаются в итоге. Учитывая ослабление рубля, я думаю, что с импортом, как бы, да, проблем не будет. Я все-таки считаю, что предприятия должны быть эффективными, процентная ставка для заемщиков, для них, должна быть повыше инфляции, просто чтобы люди, которые или компании, неважно, да, имеют депозиты или там банды держат, они все-таки как-то могли сохранять свои деньги. То есть, я считаю, что все-таки баланс между спросом и предложением денег тоже должен быть рыночным, ну и процентная ставка должна где-то быть повыше инфляции. Иначе, вот такие эксперименты, это со всех точек зрения неправильно, а что касается социальных моментов, ну все-таки социал-дарвинизм, там есть какие-то здравые идеи, но все-таки государство для людей, а не для экономических законов, поэтому я думаю, что... Я, кстати, думаю, что на очередных выборах эта идея вылезет, опять со вкладами. Ну это будет логично, по крайней мере, да? Вообще, власть может вопрос приватизации сыграть так, что, допустим, поддержку она получит, это значит, вот все, что хотят приватизировать, можно отдать на баланс пенсионного фонда, например, это будет тогда самая честная приватизация в России за весь период истории, наверное. То есть, весь вот этот пакет, там под 7 триллионов, что ли, вот все. Есть пенсионная реформа, мы берем деньги, ну, условно, не деньги, а вот акции этих компаний, передаем их, дробим, допустим, пенсионный фонд на 2-3 куска, передаем все это имущество на пенсионный фонд, который пропорционально распределяет между гражданами, в зависимости, там, вот, выслугу лет, там, да, ну, у пенсионного фонда, я думаю, свои там есть, да, и что мы получим? Мы получим сходу, получим то, что у всех людей появится накопительная часть пенсии. Сразу же. Вот. И, соответственно, если она получится, то пенсионная реформа, в принципе, в том виде, в котором они хотели изначально получить, они, как бы, ее сделают. Однозначно, это будет очень сильный политический шаг большой, то есть, скажем так, рейтинг, я думаю, власти увеличатся просто очень сильно. В разы, в разы. Да, это второй момент. Третий момент, это, скажем так, то, что социальную нагрузку можно будет в виде налога СН понизить очень сильно, потому, и ныне, скажем так, текущие платежи, которые мы отдаем пенсионный фонд, да, они большей частью идут же не накопительную часть, то есть, нынешние люди, которые живут, они накопительную часть, вот сейчас они не в состоянии к концу своей деятельности накопить достаточно большой кусок, чтобы от этого жить. Это невозможно, потому что большая часть уходит на общую часть, чтобы платить ныне живущим пенсионерам. В этом случае все решится, условно говоря, ну, конечно, не на 100%, но частично. То есть, пенсионная система хоть как-то будет сделана нормально, власть получит очень большой плюс, там, рейтинг в себе, можно будет снизить нагрузку единого социального налога, что, возможно, скажется чуть-чуть лучше на производителя. А что касается вырученных денег от всей этой приватизации, а зачем они? У нас же проблема власти в том, что деньги-то есть, тратить не умеем. А тут мы решим несколько задач, которые действительно, от того, что мы сейчас сделаем приватизацию, ну и что? И у нас и так, вон, огромные резервы, огромные золотовалютные резервы, станут они больше, лучше от этого не будет. А тут две системы решим. Я вот маленькую ремарочку. Идея, на самом деле, предлагалась экспертами МВФ в начале 90-х, что вот наши основные экспортеры, они просто посмотрели по выручке в Европу и так далее, природных ресурсов, чтобы контрольные пакеты закрепить в руках государства, остальное на приватизацию, но не на ваучерную, а просто там, ну, условно говоря, есть в России 140 миллионов человек. Значит, вот вторая доля, вторая половинка, это 140 миллионов акций. И, соответственно, даже там на год запретить их оборот. Ну, чтобы вот как бы... И тогда сделать приватизацию, то есть основные компании были поделены по-честному. По-честному, наверное, все. Ну, там какой-нибудь там торговый дом, кому достался, кому не достался это. Но господин Чубайс, он сказал, что это дело, в общем... Неправильно. Да, что касается вот всех этих долгосрочных пенсионных вещей и так далее, знаете, я думаю, что у нас будет в каком-то виде, там, через пару лет, а для пенсионников, понятно, это не срок, новое государство, как я говорю, с Казахстаном, с Беларусью. И, соответственно... Тогда все эти вопросы опять... Да, соответственно, все это встанет. Поэтому, мое мнение такое, откладывайте деньги. Саш, новости из Финам. Ну что ж, друзья, моя последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.ФМ. Подводим мы финансовые итоги недели, ну и говорим о многих вещах, которые считаем интересными. Прежде всего, мои гости в студии сегодня, напомню, Михаил Федоров, аналитик вектор секьюритис, и Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпарик. Саш, ну и, собственно, мы советуем... Мое мнение, что, действительно, там вопрос политика, конечно, достаточно сложный. Но вот есть проблема Европы, валюта одна, правительство разное, но все равно все-таки там сильная интеграция. Я думаю, что у Евразийского союза будет тоже такая же интеграция, и поэтому сто раз там все пересмотрят. Потому что, условно говоря, Россия и Казахстан зарабатывают достаточно много валюты. Ну, на экспорте. Белоруссия, в общем, это бывший сборочный машиностроительный цех СССР. Там, как бы, ситуация другая. Понятно, что она маленькая, но так или иначе, там тоже наша территория. Если говорить Киргизия, то там вообще, с точки зрения экономики, в общем, все очень плохо и так далее. Поэтому я думаю, что все это будет пересматриваться. Поэтому, если вы хотите что-то отложить себе на пенсию, конечно, самый, ну, такой, консервативный, простой способ депозит в полугосударственном банке. На год кладете, смотрите, что в мире происходит, ну, мало ли, и переоформляете. Ну, я думаю... Ежегодно переоформляете. Да. Ну, вы смотрите, во-первых, вы страхуетесь там отставок и так далее. Но, опять-таки, я думаю, что какие-нибудь дивидендные бумаги также можно брать, там, МТС какой-нибудь. Ну, и мне кажется, что у нас создается сейчас нефтяной Газпром. То есть, Сечин все-таки реализует свою мечту. И, соответственно, Роснефть покупать можно. А вот, кстати, кого он поглотит, сейчас уже Башнефть и 40-го поглощение, да, стоят. Это дело достаточно рисковое. Пример-то НКБП Холдинг это показывает. На самом деле, не все так страшно. В итоге, когда-нибудь поменяют все эти бумажки, если случится, на Роснефть. Но я думаю, что коэффициенты будут не то, что ужасные. Ну, такие на троечку с минусом. Но, на самом деле, в этом нет ничего такого. Мы помним, как на единую акцию переходили ЮКОС и Сибнефть. Там вообще, как бы, был, мягко сказать, кидок миноритарных акционеров. Так что, в общем, это просто отголоски 90-х. Да. Это российская действительность. Это поколенческие отголоски. Мне кажется, жажда наживы характерна для всех поколений. Я просто считаю, что, ну... Ну, ты с точки зрения воспринятия действительности, да? Да, просто пока не сменилось поколение стоящего власти, да, действия будут примерно похожи. Кого бы мы ни поставили, да. Потому что, ну, скажем так... Ментальность такая. Да, ментальность такая. Советские люди, которым воспитывали как советских людей, потом сказали, что все, чему мы вас учили, это все неправда и не нужно. У них, естественно, сломались, скажем так, шаблоны, стереотипы, правила, да. И, скажем так, в какой-то степени это поколение можно назвать немножко там травмированным, да. И пока вот не придет нормальное здоровое поколение, которое сможет нормально двигаться вперед, да, то чего-то, какого-то чуда ожидать не стоит. Ну, пример, объясню. К примеру, если там вы левого толка, да, там, тот же Зюганов, он же не может от оттенка большевизма отказаться. Там в свое время они селеземом поругались, да. То есть, трансформироваться в нормальную социал-демократическую силу, к примеру, да. А вот, а большевизм многих пугает, поэтому левая идеология, она не может выйти, да. И пока, грубо говоря, Зюганов не уйдет и не уйдет вот это поколение старых коммунистов, ничего там, никого прогресса не будет. Что касается правых, то у них то же самое. Там, условно говоря, у них комплекс плановой экономики до сих пор сидит, да. То есть, они помнят Госплан, когда еще были. Они сами были еще молодыми, но когда, 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 и там другие им говорят, что, понимаете, даже в западных странах есть планирование, да, они этого не могут принять, потому что у них комплекс того, что вот план это плохо, должен быть чистый рынок, да, но нормальная экономика, это как бы все в балансе. Вот, поэтому правые тоже не могут сильно двинуться вперед, потому что вот они отказываются. И вот мы получаем то, что у нас, ну, как бы общество обычно бывает, основная масса левая и правая, вот, и они как бы в нокдауне, обе находятся. И они не могут ничего сейчас родить такого сильного, пока нет, поменяется именно поколение. Поэтому все вот эти перетурбации политические и прочее, они бесполезны, потому что, скажем так, менять нужно поколение. Я по-другому смотрю, я считаю, что для России, шире для бывшего союза, нельзя применять вот для Запада стандартную схему, левое и правое, я считаю, что русские, русские, это не только великоросс, там, татары, башкиры, вот, вот этот костяк, это имперский народ с имперским мышлением, совершенно другая система ценностей. Нет, понятно, что кому-то там более идеи там социальной справедливости нравятся, кому-то там они нравятся меньше, как мне. Ну, так или иначе, все-таки у нас не может быть никакой там политической, так называемой, конкуренции и так далее. Если бы Зюганов бы сказал, что не он там, там, против капиталистов, как-то так, а там, поднял бы флаг со Сталина, он собирал бы намного больше, потому что сталинистов в России намного больше, чем социал-демократов. Ну, как показали последние. Да, и, кстати, момент такой, что такое Россия, вот, плохо мы живем или хорошо. Вот, недавно Мировой банк, вот, только что практически поменял рейтинг стран ВВП по паритету покупательной способности. Соответственно, ну, скажем так, как их называют, профессиональные патриоты зааплодировали, Россия пятая экономика в мире, самая крутая, большая экономика в Европе. То есть, как все хорошо. А критики сказали, ну, и что вы хотите, эти ваши там, если в лоб под деньгам 2 триллиона долларов, значит, паритета покупательной способности чуть больше, вам там до Штатов, до Китая, до Индии, там, как сопле до Луны. Ну, действительно, так получается. То есть, да, мы очень крепкая страна второго эшелона, ничего не поменяется. В принципе, даже если мы не только будем расти органически, а присоединим там Беларусь с Казахстаном и с Украиной даже, ну, получим мы еще там 500 миллиардов долларов ВВП в лоб. Ну, ну и что? Ну, да, вот, это наше место в мире, одно из лидирующих, но не самое главное. Но после всех войн и революции, после там катастройки и перестрелки, я считаю, что это не самый плохой результат. Безусловно, все могло быть гораздо хуже. Да, ну, вот то, что Александр затронул, это, скажем так, вот третья сила, которая свойственна именно России. То, скажем так, левое и правое, это классика жанра, да, но в России, скажем так, нету силы славянофилов. Ну, если мы вспомним там столетней давности, история были западники, были славянофилы. Сегодняшнее правое, это, по сути, западники в чистом виде. И российское общество зачастую, почему за ними вот они борются, борются, да, а за ними сильно не идет, потому что все же, скажем так, они, наверное, западники, да. Есть очень много людей, которые поддерживают, скажем так, за рыночные отношения, за права и свободы человека, да, но они как бы при этом, скажем, условно говоря, за Россию, ну, как бы державность определенную российскую, да. Вот, это как бы идеология славянофилов, которая сегодня никак не представлена вообще на арене, но потенциал у нее большой. Владимир Владимирович Путин. А Владимир Владимирович Путин, он, вот, нет, он пытается, как бы, на этом играть, да, но на самом деле чисто идеологически он к этому не совсем относится. То есть он, я не думаю, что Единая Россия это идеологическая партия, да, то есть кто тогда, возможно, в отдельности, в отдельности это проповедует, но в целом это не, не, это партия та же самая, ну, скажем так, НДР, они были, то очень многие члены Единой России были во всех партиях, да, то есть как бы, и как бы идеологии как таковой пока нету, и вот, возможно, там Жириновский эксплуатирует, да, вот эту тему, потому что, условно говоря, если я не коммунист, если я не за Америку, там, за западную цену, но я за демократию, условно говоря, что ему остается там? Наиболее приближен там Жириновский становится, либо Путин, например, да. Миша, Миша, я тебя... Да, и, грубо говоря, я... Я тебя прерву, тебе... Нет, нет, я так подумал, что слушатели, которые только что к нам присоединились, да, не совсем будут... Про политику, да. Нет, не совсем будут, не совсем поймут, точнее, заявленную тему финансового итоги недели, как у нас хорошо нас вывело в сторону, но это нормально, это пятница, в конечном итоге, да, ничего плохого здесь не вижу, но осталось просто мало времени, пять минут буквально, поэтому давайте мы вернемся все-таки на круги своя, что называется, и тогда уже прокомментируйте, пожалуйста, Саш, что нам ждать в ближайшее время, как минимум до конца лета может быть, да, вспоминая опять объявленный Министерством финансов выход на рынок с скупкой валюты и так далее. Ну, вообще, лето традиционно мертвый сезон для рынков, это понятно, отпускает и так далее. В августе обычно происходят в России кошмарики, я советую быть осторожным, у нас либо пуч, либо дефолт, либо сайно-шушенская ГЭС как-то, я допускаю, хотя, я думаю, сегодня отставку правительства, если будет искусственная девушка... На августе допускаешь? Ну, месяц такой. Да, да, что-то должно произойти. Да, я думаю, что ослабление рубля, к сожалению, видимо, будет, хотя, опять-таки, политическая стабильность, наверное, основной путинский козырь ниже, там, 35 долларов, 46 евро, вряд ли. Я считаю при этом, что если вы живете в России, ну, деньги здесь зарабатываете, здесь в основном их тратите, все равно надо верить национальной валюте. Что касается фондового рынка, я вообще считаю, что у нас все-таки забили совсем. Наверное, мы будем, да, чуть повыше, особенно по индексам. И я считаю, что рынок акций достаточно дохлый. Я считаю, что спекулянты давно уже были перейти на рынок Форекс, но, опять-таки, если вы все-таки бык, вот я бык, вот я считаю, что мы будем выше. Опять-таки, мы упираемся в рубль. Если вы считаете, что рубль будет слабый, экспортеры выиграют, это Роснефть. Если вы считаете, что рубль будет сильный, не знаю, там, нефть подорожает из-за Ближнего Востока, еще чего-нибудь, то это Сбербанк, потому что тоже большая капитализация фрифлоута. Ну и, скажем так, финансовый сектор, конечно, всегда выигрывает от укрепления национальной валюты. Спасибо. Миш, ваше видение до конца лета. До конца лета. Я вот, на самом деле, сейчас занял немножко выжидательную позицию, потому что я хочу... Ты сказал, что ты, да, что ты... Да, я хочу понять, что там за океаном в итоге произойдет, весь этот гордий фузел, как разрубится, потому что я все же... А ты до конца лет сможешь понять? До конца лета, может быть, там ничего особенного и не произойдет? Ну да, возможно, ничего и не произойдет. Просто мы действительно очень дешевые, если брать наш российский рынок в целом. Как бы, если не произойдет какой-то большой катастрофы, да, вот именно вот, то мы уже очень низко, да, нас уже можно покупать. И, на самом деле, я больше боюсь девальвационно-инфляционных каких-то моментов, да, нежели там подобие восьмого года. Восьмого года как бы уже, ну, это там был, там чуть-чуть другой кризис был, там была нехватка ликвидности. И бояться вот того, что было восьмом, уже не стоит, на мой взгляд. Но все же есть риск того, что мы можем, конечно, еще сходить ниже. Это возможно, потому что если, ну, там, по аналогии взять, нам предстоит, наверное, какой-нибудь 1977 год. Ну, то, что было назад. Ну, многие этого не помнят уже, слава богу. Ну, в 1977 году, там, это, грубо говоря, инфляция, но фондовый рынок на Западе тогда. Ну, у нас не было тогда. Да, он падал вниз, да, несмотря на растущую инфляцию. Вот, как мы будем реагировать, мне не совсем понятно, и куда в итоге мы выйдем. Но все же мы очень дешево, поэтому, скажем так, я бы сказал так, те, кто хочет купить акции, цены на длительный период, они могут это уже начать делать. Уже сейчас делать. Да. Если более короткие, там, какие-то операции, то я вот все же чуть-чуть подождал бы. Либо, как Саша правильно сказал, я с ним согласен, либо надо смотреть на валютный рынок. И все же бояться. Всегда ликвидный, всегда есть движение. Бояться сейчас больше надо инфляции и девальвации валют. И акции в этом плане, они более надежные. Спасибо огромное, спасибо огромное, уважаемые гости. Напомню, сегодня в студии Михаил Федоров, аналитик Vector Securities, Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари. Мы подводили финансовые итоги недели, поговорили о многом, поговорили об интересном. Спасибо еще раз моим гостям. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Хороших выходных и услышимся в следующем году.